Символ истории лесозавода появился в окружной столице. В сквере по улице Юбилейная прошла торжественная церемония открытия памятника работникам Печорского лесозавода. Проект по его созданию реализован по решению окружных властей, инициативе жителей региона и при финансовой поддержке компании «Лукойл». В историческом событии приняли участие более 100 наринмарцев. Многие из них – те, кто отдал не один десяток жизни в развитии одного из самых крупных предприятий России. Итак, самый торжественный момент – открытие памятника работникам лесозавода! Этого момента ветераны лесозавода ждали несколько лет. Многие на открытии не смогли сдержать слез. Некогда крупнейшее предприятие в России, в год реализующее за границу более 40 тысяч кубометров леса, где трудились сотни рабочих, навсегда останется в памяти его тружеников. Ведь за тысячами кубометрами древесины стоит чья-то трудная, но интересная жизненная история. Это точно знает бывший профсоюзный лидер лесозавода Валентина Киселева. У нас в составе нашей профсоюзной организации были все работники, всех служб, всех цехов. Это около 800 человек. Это три смены работы. Это поселок лесозавода. Это баня наша любимая, она до сих пор остается. Это школа наша, клуб наш, общежитие, больница. То есть все это было лесозаводское. Вы знаете, это совершенно не то слово, что я просто скучаю. Я в общем-то в определенной степени, я все равно живу этим. Потому что здесь прошла моя молодость, здесь прошла мои годы становления меня. Живет воспоминаниями о родном предприятии и Людмила Пешкова. Она 40 лет проработала сначала в должности бригадира, а затем мастером лесопильного цеха. Смена моя была самая лучшая. Агапова и Бычихин у нас первое утром в 7 часов вылезают. Ну сколько напилили. И нам было приятно, что мы план выполняли все время. Смена была очень хорошая, дружная. Они вон тоже вы остались все здесь у памятника. Действительно, у памятника собрались все ветераны. Многим уже далеко за 70. Но не прийти, как признаются, они просто не могли. Вспомнить своих коллег и отдать дань уважения пришла кавалер ордена трудового красного знамени, бывший мастер лесопильного цеха Людмила Анашкина. Меня награждали первую на заводе. Это было 16 сентября 1966 года. Дети прибежали. Я картошку купала, дети прибежали. Мама, бабушка тебя зовет. Я пришла. А награждали нас в Архангельске. Дом офицеров опраздновали в гостинице. И вся жизнь моя прошла на заводе. С 48 года мне было 17 лет. Я пришла работать после школы. Молодые девчонки, только что окончившие школу, девушки и женщины, работали на предприятии 6 дней в неделю, по 10-11, а порой и 12 часов. Труд на заводе, особенно в лесопильном и водном цехах, на бирже, где шла подготовка материалов к погрузке на суда, был тяжелым, физически изматывающим. Но сил и времени не жалели. Трудовой подвиг таких, как Людмила Анашкина и Людмила Пешкова и еще тысячи простых тружениц увековечил скульптор из Смоленска Игорь Чумаков. Сделал, почему женщину? Потому что после 45 года они на своих плечах вынесли дальнейшую судьбу этого завода. Понимаете? Когда мужчины ушли, и когда смотришь на эти старые фотографии, хочется плакать. Потому что мужиков нет, одни женщины, один мужчина там и все. И вот они на своих плечах все это вынесли, потому что это дань именно женщинам. Лесозаводская красавица стала главным украшением памятника. Она следит за выходом брусом – основной продукцией экспорта. Напротив нее скульптура мужчины олицетворяет предков, участвовавших в становлении завода. Ну, мужчина, тут все очень просто. 93-й год, это мужчина конкретно вот с документальной фотографией. Да. Если вы видели, у него кожаные сапоги, которые раньше носили, резиновых не было. Это бродни, кожаные. Они вот и сейчас висят в музее Пустозерска. Дальше там нарукавники, передник – это все так, как было на самом деле. Бородатые, крепкие, настоящие мужики. Памятник труженикам лесозавода представляет собой образ временной спирали. Виток истории от начала создания лесопильного завода товарищества Стелла Палары в 1903 году и в завершение его производственного пути в 2010-м, уже под названием Наринмарский лесозавод. Такой исторический подарок лесозаводчанам и всем жителям округа сделала компания «Лукойл». 19 миллионов рублей были выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией НАУ и нефтяной компанией. На протяжении долгих лет лесозавод оставался градообразующим предприятием. Здесь трудилась не одна сотня жителей города, не одно поколение. Завод дал толчок развитию города. И память о тех тружениках, которые работали на предприятии, должна оставаться всегда. Символ трудовой жизни десятка поколений – теперь главное украшение сквера на улице Юбилейной. Здесь лесозаводчане планируют проводить не только встречи памяти, но и главные праздничные события микрорайона.